Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на супергероев для Майнкрафта Бокет Эдишн. После того, как вы установили этот мод, в вашем игроке появятся настоящие костюмы супергероев, которые сможете одеть и стать настоящим героем вашего мира Майнкрафта. Собственно, сейчас я отобрал самые интересные костюмы этого мода, но остальная большая часть костюмов остается в режиме творчества и ожидает вас, когда вы оденете эти костюмы. Ну, а первыми нашими комплектами будут вот такие костюмы. Собственно, сейчас прямо при ваших, друзья, глазах я стану Бэтменом. Ну, к сожалению, у него нет палача, но при полном сети этой брони у нас появляется 4 эффекта. Это скорость, сила и прыгучесть, в том числе, друзья, и ночное зрение. Очень классная броня, мод, конечно, классный, и особенно классная в этом мод детализация костюмов. Ну, и могу сказать, что детализация костюмов на 5 с плюсом. То есть, друзья, выше оценки дать уже невозможно. Если было бы шестерка, то я, конечно, дал бы шестерку. Ну, а самый классный костюм, по моему мнению, это костюм Железного Человека. Тони Старк, друзья, мы теперь Тони Старк, но только в Майнкрафте. И, собственно, это очень классно. Это просто эпический мод, который переносит вас в мир супергероев. И у нашего Железного Человека появляется способность стрелять неограниченным количеством стрел. Таким образом, вы сможете убить всех злых мобов в вашем мире Майнкрафта. Собственно, все использованные костюмы мы будем ложить сюда. Да, довольно странно звучит, друзья, но всё же так. И, правда, все костюмы, которые мы уже одели, мы положим вот сюда, чтобы они нам не мешали. Ну, а дальше у нас идёт следующий комплект брони. Нет, Халк, ты немного попозже. Ну, собственно, сейчас мы взяли Дептула и взяли мы Человека-паука. Собственно, у Дептула у нас есть, друзья, дополнительный, опять же, эффект. Это регенерация. Регенерация вам очень сильно понадобится в режиме выживания, если вы, конечно, оденете полный сет этой брони. Ну, а, собственно, мы теперь становимся Человеком-пауком. И вы спросите, где же его суперспособности. Ну, а его суперспособности я покажу чуть-чуть попозже. Возможно, даже в конце видео, друзья. Хотя так и будет. Ну, а теперь мы убираем все эти костюмы, которые мы только что посмотрели. Всё, пучком я больше не хочу быть, потому что он немного скучный. Ладно, друзья, переходим к последнему комплекту брони. И на сегодняшний день это, друзья, над Халкой. Да, Халк, теперь твоё время показать свою мощь, свою силу. Собственно, мы сейчас станем заящим Халком. Это очень эпически, потому что Халком быть очень круто. И у него появляется способность подпрыгивать и, друзья, бомбить под собой все блоки. Да, такой я видел в фильме. Возможно, вы тоже видели в фильме. Он подпрыгивал и, друзья, мял всю дорогу в этом городе. Не в этом, друзья, а в своём городе. Собственно, от третьего лица Халка выглядит просто безумно. И он умеет высоко прыгать. Это просто классно. Просто классный мод, друзья. Собственно, давайте переходить дальше. Дальше у нас есть капитан Америка, которую обязательно нужно показать. Собственно, так. Так, всё. А, вот как видите, мы становимся капитаном Америки. И, друзья, у него способности, конечно, тоже есть. Но они выражены в эффектах. Ну, а кое-что другое я покажу вам сейчас. Собственно, друзья, от третьего лица он выглядит просто замечательно. И теперь мы убираем все эти костюмы, которые мы только что опять же одевали. Халк немного здесь разрушил. Немного храма, друзья. Но, извините, вот за этот чёрный экран. Да, телефон. Но зачем ты так делаешь во время видео? Ладно, друзья. Ничего страшного. И теперь я вам покажу вещички, которые я обещал вам показать уже при обзоре Человека-Паука. Собственно, я опять же отобрал самые интересные вещички. Это у нас молд, наверное, друзья. Я не знаю, как его зовут? Тора, друзья. Да, молд Тора. И он спавнит вот такую молнию. Но при каком-то шансе есть шанс, что этот блок, друзья, блок травы будет взорван. Да, вот такой маленький шанс. Дальше идёт щит Капитана Америки. Он нам даёт всего лишь защиту. Но всё же он похож на настоящий щит. Ну, а дальше у нас идёт всё-таки, друзья, пылялка Человека-Паука. Она умеет телепортировать. Она используется как крюк. И, друзья, она умеет делать паутина. Что умел делать настоящий Человек-Паук. Теперь Человек-Паук настоящий, друзья, Человек-Паук. Собственно, звучит довольно странно. Но всё же это так. И наш крюк почему-то испортил. Точнее, наша паутина почему-то испортилась. Ладно, собственно, друзья. Вот такой мод был сегодня. Но на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok